Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами обсуждать абьюзивные отношения. И хотелось бы что сказать. Наверное, опять я скажу вам несколько, соответственно, может быть, новой информации. Поэтому смотрите видео внимательно и слушайте те контексты, о которых я говорю, потому что все бывает очень неоднозначно. Касательно абьюза тоже все может быть неоднозначно. И нельзя вот так вот, ну так скажем, резко ставить точку на всех людях, если вы нашли какие-либо признаки. Ну что же, давайте приступим и определимся для начала, что такое абьюз. Абьюз – это какое-либо психологическое насилие над личностью. Это может быть какая-то форма шантажа, ну, допустим, детьми, да, или материальными какими-то благами. Это может быть просто психологическое насилие, когда вам внушают, что вы какой-то не такой или какая-то не такая, да. Когда так или иначе на вас оказывают давление. И как крайняя форма абьюза тоже может рассматриваться форма физического насилия. Что здесь характерно для абьюза? Даже сама форма физического насилия, она у нас будет постоянной, да. Она будет не так обусловлена, как в случае, ну, какой-то агрессии, да. Там, допустим, человек вспылил, сделал какое-то разовое нападение ввиду каких-то особенных обстоятельств. Ну, давайте, там, к примеру, да, я проговорю вроде бы банальные вещи, но чтобы вы не путали. То есть, не рассматриваются вещи, когда в состоянии эффекта муж жену застал, там, или жена застала мужа, да, там, с любовницей. И вот, или на почве сильной ревности какой-то, может быть, даже специально спровоцированной, человек оказал физическое давление. И, безусловно, это не оправдывает нисколько физическое насилие, да, и такого не должно быть. Просто мы его не рассматриваем с точки зрения абьюза. Это другая тема. Если интересно, напишите мне в комментариях, мы об этом поговорим. Но сейчас речь об абьюзе. То есть, когда не было каких-либо психоэмоциональных вспышек у человека. И чуть позже мы еще подробнее этого коснемся. Что такое абьюзивные отношения? Когда вы приходите в отношения, вам человек сначала должен вас заманить в такую ловушку. То есть, вы должны попасть в какую-либо зависимость. Например, мне, когда звонят на консультациях, и молодые девушки рассказывают о своих взаимоотношениях. Это не один пример, это прям множество. Они начинают жить с молодыми людьми, и молодые люди оформляют на них кредиты, которые они вместе платят. И она уже понимает, что она в такой форме зависимости. Вроде она пользуется машиной, компьютером, телефоном каким-то дорогим. Но платят кредит они вместе. Если он сейчас бросит ее, то кредит будет платить она одна. Если вы видите, что уже подобная концепция работает на вас, то есть, вам делают какой-то подарок из разряда, он ей делает подарок сначала, и говорит, я заплачу за это кредит, или, может быть, она даже не знает про этот кредит, а потом как-то у нее сложная ситуация, так или иначе это все переоформляется на нее, или какие-то другие на нее обязательства возлагаются за это, но вот в помощь, потому что сейчас сложненько. И уже она становится вынуждена оплачивать кредиты, ну, как правило, там все же это что-то ощутимое, что-то вроде машины режет, бывают телефоны и компьютеры. Значит, что дальше? Это, безусловно, та ситуация, когда, соответственно, человек заранее запланировал, может быть, не запланировал, а как в случае с нарциссическим расстройством, они просто нуждаются в том, чтобы человек от них зависел, то есть, само расстройство диктует как бы поведение. Может быть, он не такой суперхитрый какой-то там стратег, но он понимает, что он хочет создать ситуацию, да, какую-то там, когда партнер будет от него зависеть, он так себя будет комфортнее чувствовать, когда он хочет закрепить эти отношения, да, в рамках вступления в эти отношения он наступает стремительно, то есть, он просит разорвать ваш ближний круг, может быть, нарцисс, может быть, это какое-то диссоциальное расстройство личности, то есть, это, опять же, абьюз, это не только пронарциссов, это может быть и запланированная акция и паранояльного, и, ну, с таким, с примесью диссоциального расстройства, и эпилептоида, то есть, при вот даже легком акценте в сторону диссоциальных расстройств может быть абьюзивное поведение в том или ином контексте. Но, конечно, когда это чистое дисциальное расстройство или выраженное нарцистическое расстройство личности, другие какие-то конкретно расстройства личности, абьюз становится очень ярким и виден, да. Вот, абьюз, еще раз повторюсь, это по сути такая не только форма психологического насилия в чистом виде, но и форма шантажа. Я должен вас чем-то удержать, чтобы вы соглашались на эту психоэмоциональную боль. Завести общих детей. Вспомните, там детки, когда даже вот среди сверстников подвергаются абьюзу, они находятся в каких-то общих компаниях, и они не могут из этой школы уйти или из этой компании, да, там пострадает их какая-то социализация, такое тоже бывает. И такое бывает в возрослых коллективах на работе, да. То есть абьюз – это очень такой широкий спектр, но нужно понимать, что люди, которые работают, да, по данной схеме, то есть заключают вас в абьюзивные отношения, они обязательно должны быть уверены, что вы так просто с корабля, так скажем, не сбежите. А потом уже, соответственно, они раскрывают себя во всей красе. Конечно, как правило, абьюз, еще раз повторюсь, наступает стремительно. Форма абьюза очень часто сопровождается газлайтингом. Я еще сделаю на это видео, что такое газлайтинг. Я думаю, в следующее или через одно видео у нас будет об этом разговор. Но вкратце, какая моя задача в газлайтинге – внушить человеку, что это не я плохой, что это вы сходите с ума, да, и, соответственно, раз вы сходите с ума, значит, это никакой не абьюз, вы все придумали, вам кажется, вам вообще хорошо, я полный зайка, вы вот плохо себя ведете. Значит, и второй момент, какой хотелось бы с вами обсудить по поводу абьюза. Напишите, кстати, мне в комментариях ваш опыт абьюза. Может быть, я сниму про что-то видео, если тема абьюза будет популярной, может быть, сделаю либо ответы на комментарии, почитаем, какие-то примеры приведем. Но чаще классическая стратегия, еще раз повторюсь, это кредиты, это договора на аренды квартир. Мне попадались договора на аренды, женщины заключали недвижимость и неживой под бизнес. И мне попадалось, наоборот, мужчина попадал на это, когда он оформил на себя фирму с долгами, которая уже была у женщины, и, соответственно, так подвергался дальнейшему абьюзу. Вот, значит, далее, ну, то есть, это был рычаг для того, чтобы этот абьюз терпел. Дальше, соответственно, во всех сценариях идет что? Идет то или иное давление, как правило, нарциссы склонны унижать в абьюзе. То есть, у нарцисса абьюз идет в сторону психоэмоционального давления. Внушить человеку, что он газлайтит, какой-то не такой. Потом обязательно в целом внушить, что его там некрасивый, бедный, там какой-то, опять же, отличающийся от всего социума. И вообще ему повезло, что, соответственно, мы такие прекрасные рядом с ним находимся. Вот, как я обратил внимание, все, что даже при склонности в сторону дисциального расстройства личности, при там, ну, то есть, те же социопаты, они еще как-то стремятся, во-первых, ограничить свободу человека сильно. То есть, это не только вот как нарцисс, он просто вырезает ваш круг общения, да, то есть, вот вы, он делает таким образом, чтобы вы общались только с ним. А вот такие вот социопаты, они вплоть, вот помните, вот эти случаи, когда женщины запирают дома, не разрешают выходить, то есть, это вот такие вещи. Вот. Формой абьюза может быть запрет на работу. То есть, запрет, как правило, делается женщине, чтобы она не работала, чтобы она сидела дома. И таким образом, соответственно, во-первых, мы отрезаем ей все пути к ее общению. Подруги плохие, работа плохая, она никуда не сбежит. И мы можем приходить и потихонечку ее постоянно тиранить. Далее, что хотелось бы сказать, от чего следует отличать абьюз? Абьюз следует отличать от того, что, соответственно, человек переживает какое-либо сильное психоэмоциональное потрясение. И сейчас я позже приведу пример из собственной жизни. И на этом фоне его поведение меняется. Дело в том, что при психоэмоциональных потрясениях человек может себя вести не только в сторону развиваться, там, его поведение как-то негативно влиять сугубо. Ну, это, конечно, чаще происходит, когда, допустим, человек был склонен, там, паранояльный тип, да, там, в паранойю какую-то легкую ушел. Или там шизоид к шизофрении сдвинулся и так далее. Но в силу эмоциональных потрясений может меняться в любую сторону. И кто-то в эмотивность, наоборот, уходит в религию. Даже эпилептоиды, даже люди логического склада ума, они могут уйти куда угодно. Потому что стресс – это такая штука, которая до сих пор изучается и меняет все вплоть до эндокринной системы. Очень сильно меняет и, конечно же, не в лучшую сторону всегда. Поэтому, если вы жили с партнером три года, у вас, к примеру, или там даже два, даже год. И вот, в принципе, если через год, да, не началось, вот человек, ну ладно, год он терпел-то, полтора прошло. И вот не начался этот абьюз, он просто так из ничего. Человек, допустим, потерял что-то в бизнесе, приобрел какой-то стресс, потерял близкого родственника. Соответственно, и вот начал как-то странно себя вести, может быть, неправильно. Он начал вас там обижать, там как-то, может быть, слегка вам кажется, что это абьюзивная какая-то тема. Но если это чем-то не похоже на абьюз, то есть он при этом там, в принципе, не поменял свою стратегию. То есть он не начал вас там чем-то упрекать или как-то контролировать. Он, наоборот, возможно, отдалился от вас, да. Вот. То есть он не начал какую-то тему в плане обесценивания вас со всех сторон. Да, то есть он выбрал, ну, допустим, как часто бывает, люди на фоне стресса уходят в религию. И, соответственно, вот он выбрал вот этот вот конфликт с вами, может быть, да, избыточное какое-то давление на вас из-за того, что вы недостаточно понимаете его в религиозном плане. И бывает, что вот из-за каких-то вот конкретных на почве там, ну, у кого-то сексуальные, да, претензии, у кого-то там религиозные. Вот, ну, все что угодно человеку в голову взбрело. И, соответственно, на этом фоне, на фоне стресса он начал вести себя странно. Женщины заходят в интернет, гуглят. Единственное, что на фоне с конфликтом с мужчиной они находят форму абьюза, больше ничего не находят. Вот абьюз и нарциссизм самое популярное. И у них автоматом все превращаются в нарциссов и абьюзеров. Ну, то есть надо как-то оскорбить плохого мужчину, который плохо с нами поступает. И мы, соответственно, вот, ну, придумываем вот как бы вот просто как оскорбление. Ты дурак из разряда, ну, дурак как-то некрасиво, не по-умному, надо как-то вот по-умному. Ну, будешь нарциссом и абьюзером. А по факту это может быть развитие каких-либо расстройств личности, которому человеку нужно помочь преодолеть и пережить. Не всегда это конкретно форма абьюза. Форма абьюза обязательно должна сопровождаться диктовкой каких-либо условий, каких-либо отношений. Да, то есть когда я человека в чем-то ограничиваю, потому что любой абьюзер должен ограничить свою жертву, должен не дать ей просто так убежать. Поэтому, на мой взгляд, это важный критерий в определении истинного абьюза. Все остальные конфликты должны рассматриваться в рамках того, что, соответственно, какое у человека расстройство личности, какой или психотип, просто какой-то выраженная, да, ситуация какая-то типа личности. И, может быть, он ведет себя неправильно из-за того, что он эпилептоид. Эпилептоид, будучи, соответственно, они контролеры, да, будучи таким контролером, может тоже немножко ограничивать, или даже не немножко, иногда свободу женщины. Один мой знакомый эпилептоид проверял чеки жены своей, с которой они там 20 лет жили. Он всегда проверял там чеки и вел эту отчетность. Значит, у них там общие дети, брак, ну, то есть все вот, в общем-то, как по классике, да. Да, значит, ну, вот так поступал. Тем не менее, если присутствует обратная связь, есть контроль, есть иссечение какого-либо общения, но отсутствует... Человек дает деньги женщине, да, или женщина, контролируя мужчину в каких-то своих других вещах, она на него не давит. То есть она не предъявляет ему претензии за низкую какую-то, да, там, содержание, она не предъявляет ему претензии по поводу его внешнего вида. И, в общем-то, претензия идет только с точки зрения формы контроля. Человек хочет просто больше контроля, чтобы убедиться, что, ну, как бы вы только его партнер. Это свойственно эпилептоидам. Еще эпилептоиды любят давать задания. Вот, ну, там, из разряда твоими обязанностями будет, глажка, готовка, уборка моими обязанностями будет, 30 тысяч рублей тебе вместе дать. Ну, вот, примерно такие вот отношения у того эпилептоида были. То есть он прям строго жене давал 30 тысяч, и это была, как ее, так скажем, зарплата такая, и этим делом не ограничивалось. Дальше остальные ее потребности оплачивались. То есть 30 тысяч она не отчитывалась, это было, как бы, ну, для нее, как зарплатой. А вот остальные деньги он вот так строго считал. То есть если вот он найдет нужных, там уже на детей, там они договорятся, что-то купят детям, ей и так далее. А 30 тысяч, ну, как бы, то есть это ее уже рамки такие, там, на платья, серьги и прочее он уже в это не вникал. То есть такое поведение эпилептоида. Поведение, соответственно, абьюзера, он будет контролировать вас во всем, несколько чрезмерно, да. И это будет очень сильно касаться контроль, понимаете, не только вот я контролирую, что ты общаешься с Машей, с Машей ли ты пошла на вечеринку. Я контролирую, как Маша одета, как ты одета, как, значит, куда вы пошли. Я даю характеристику негативную, что какое-то стремное место, какая-то стремная Маша. Соответственно, говорю, да лучше бы ты с этой Машей и не общалась, да. И вот это вот все постепенно подталкивает вас к тому, что вы останетесь только со мной. И дальше, соответственно, ну, мы придумаем способ, найдем ваши триггерные точки, да. Если проблемы с отцом, это вот ты с отцом, с родителями не нашла общего, значит, языка, и со мной не можешь найти, да ты ни с кем не найдешь, да, общий язык. И вот это вот превращается уже вот в такие вот формы. И человек потом уже начинает верить, что да, действительно с ним что-то не так. И, в общем-то, соответственно, прекращает, да, так скажем, сопротивляться даже иногда какому-то этому абьюзу. И люди так годами живут. Соответственно, на мой взгляд, совет по здесь уходить, не уходить, он может быть, ну, все же индивидуален. Потому что нельзя в одночасье сказать, что все проблемы и все тиранство, так скажем, оно только из-за абьюза. Поэтому не нужно принимать быстрых решений. Но главный признак, если вас куда-то записывают, вы еще не находитесь даже в браке, возможно, да, и вас уже куда-то вписали, какие-то кредиты, какие-то договора, аренды на вас оформляют. Вам, соответственно, то есть вам не просто на вас оформляются документы, а документы, которые, соответственно, ведут к каким-либо обязанностям. Да, если, конечно, на вас оформят машину, ну, как бы это неплохо. Если она не кредитная, ничего, просто вы подаете машину, это хорошо. Другое дело, что если на вас оформят кредит вместе с этой машиной. Вот. И, соответственно, еще раз повторюсь, делается это для того, чтобы вы не могли сбежать, чтобы вы понимали, что там 2 миллиона кредита за машину, это очень много, не смогу платить одна этот кредит, да, как целую ипотеку фактически. И, соответственно, я вынуждена с этим человеком, ну, до лучших времен, по крайней мере, оставаться. Что делать в этих случаях, если это 100% абьюз, на вас уже что-то оформили? Все равно бежать. Юридические моменты с этим решаемы абсолютно, и даже я там часто людям рассказываю, это можно загуглить, все есть в интернете. Можно признать себя банкротом, сделать, ну, какие-то вещи, да, там, переаккредитоваться, не знаю, продать эту машину, еще что-то сделать, пройти какие-то, пускай судебные тяжбы. Но нужно уходить от этого абьюза, потому что в первом случае вы будете просто банкротом, да, вы потеряете возможность кредитования, вы пойдете на финансовые риски, ну, и в минус уйдете по финансам. В втором случае, если вы останетесь с абьюзером, никто вам не гарантирует, что он все же будет рядом с вами, это раз. Два, никто вам не гарантирует, что он потом не повесит полностью на вас, а таких случаев очень много, когда мужчины или женщины уходят, и человек остается с кредитами один, вот, или просто, ну, не уходят, а они как бы вот перестают работать, говорят, ну, все, у меня тяжелые времена, обеспечивай меня, это как бы как второй этап, да. И, соответственно, такой гарантии нет, что вы окажетесь в патовой такой ситуации. И поэтому, да, плюс еще учитывайте ваше здоровье и ваше психоэмоциональное напряжение, которое вы постоянно испытываете от этого абьюза и которое с годами будет только увеличиться. Поэтому, если это стопроцентный абьюз, конечно, нужно убежать. Но прежде чем делать какие-то выводы, вот что запомните, вот лично из моей практики взаимоотношения, уже просто про меня история. У меня были очень хорошие взаимоотношения в свое время, и разрушил я их таким образом, да, что у меня ушел, да, из жизни очень близкий родственник. Но мы давно с этим родственником, ну, как бы не общались, но для меня это был тяжелый период в жизни, у меня очень мало родственников. И потеря родственника, ну, как бы сильно тогда сказалось на моем психоэмоциональном состоянии, плюс наложились там стрессы. Я ушел, у меня были эксперименты с бизнесом, я ушел, в общем, из этого бизнеса, вернулся, в общем-то, потихонечку планировал возвращаться в медицину тогда. Это не профитный бизнес совершенно, вот, то есть там более такие приземленные вещи были. Денег я заработал, но не стал оставаться, в общем, в этом бизнесе. И суть в чем? Суть в том, что вот это вот все вместе очень сильно как-то меня передавило. И я не смог вовремя проанализировать эту вещь, не смог поговорить с партнером. У меня вообще сложность что-то кому-то рассказать такое личное, свои какие-то переживания. И, соответственно, в тот момент я почувствовал, что мне проще о каких-то таких своих, ну, делах, да, каких-то своих потребностях и в разговоре озвучивать менее знакомым женщинам, да. И вот это все спровоцировало, естественно, мое очень близкое там общение с другими женщинами, спровоцировало разрушение этих отношений. Мое абсолютное, в этот момент абсолютная непробивная готовность делиться с партнером своими психоэмоциональными переживаниями и стрессом, естественно, это все подавляется. И как нам свойственно всем, мы говорим, типа, I'm ok. Это просто нужно, вот мне сейчас что-то не хватает, что-то не хватает, надо конфету съесть легче станет, да, из разряда, ну, кто куда. Вот. И кто в какие, так скажем, дебри уходит, слава богу, это не было там связано с алкоголем или какими-то веществами, вообще такой огромный стресс. Но вот это было связано с тем, что несколько моих поступков. Потом я уехал один отдыхать, вот, тоже. И, соответственно, естественно, вот не сказать, что это какой-то абьюз, но это сильное отдаление от человека. Естественно, когда возвращались, и мы это все проговаривали, как ты делаешь, особенно с близкими людьми, да, ты как-то резко, ну, тебе высказали, что в грубой форме, или в чем-то там, да, какие-то эмоции пошли, что человек чем-то недоволен, ты высказал какую-то гадость, сказал какие-то обвинения, высказал, да, и это превращается в какой-то эмоциональный бой, да. Сложно сказать, признать свою неправоту и сразу, соответственно, выбрать другую привиденческую стратегию. Иногда это осознаешь с гадами. Вот, поэтому, дорогие друзья, чтобы не разрушать свои отношения, вот так вот поспешно, если вы, ну, хотите, действительно, вы давно с партнером, хотите с ним остаться в дальнейшем, то убедитесь, что его абьюзивное отношение, оно не связано с, соответственно, с каким-то психоэмоциональным стрессом. Потому что, если такое имеет место быть, то, возможно, это просто психоэмоциональное расстройство, которое со временем уйдет, и человек вернется в свою адекватную такую, да, такое поведение. Это психоэмоциональное расстройство может длиться очень долго, до пяти лет, поэтому наберитесь сил, но если вы немножечко начнете правильно с человеком разговаривать его и поддерживать, то, соответственно, оно уйдет гораздо раньше, можно за несколько месяцев справиться. Но речь не только о поддержке, что ты у меня самый лучший, самый красивый, ты со всем справишься, мы со всем справимся. Вот, все, погладили по головке, занялись сексом, приготовили вкусную еду, сделали какой-то сюрприз там с вином, и у вас все прошло. Нет, дорогие друзья, психоэмоциональная помощь будет для каждого психотипа отдельно, для каждого, соответственно, человека будет отдельный, и, как минимум, нужно посоветоваться, хотите со мной, хотите с каким-то другим психологом, как себя вести, ну, вот, как особенно в случае с потерей близкими, близкими родственники, когда уходят, этого недостаточно. Поймите, что, ну, представьте, что вы потеряли маму или папу, да, не все психотипы, вот, на моем примере, смотрите, и прочее, будут это озвучивать. Поэтому, как бы, вот, и об этом тем более говорить. Даже если это близкие, там, вам люди и так далее, с которыми вы живете и прочее, на фоне всяких разных происшествий эмоциональных, это не всегда просто сделать. Поэтому, соответственно, анализируйте, что происходит с вашими партнерами, что у них в голове, абьюз, ли это на самом деле. То есть, не все так может быть просто. Что еще хотелось бы сказать? Если это абьюз, то вы должны испытывать постепенно нарастающий дискомфорт в общении с самим человеком. То есть, безусловно, количество эмоционального насилия будет увеличиваться по нарастающей, и человек будет менять способы время от времени воздействия на вас, искать специально ваши триггерные зоны. Он не будет ни в коем случае вам помогать в ваших каких-либо, ну, так скажем, психологических проблемах. Он не будет вам, соответственно, оказывать какую-то поддержку в чем-либо. То есть, абьюзер нацелен на забор эмоционального ресурса. Ему очень сложно поделиться этим эмоциональным ресурсом с вами. Исключением является только так называемое сахарное шоу, шугар-шоу, которое, соответственно, ну, если вы раз начинаете убегать, а человек каких-то рычагов особых на вас не составил, ну, он может сделать вид на какое-то время, что все хорошо, засыпать вас цветами, подарками, сделать вид, что все прекрасно, и потом все по-новому пойдет. Ну, вот так вот вкратце, дорогие друзья, про абьюз. Какие-то конкретные примеры, я думаю, что лучше мы разберем из ваших комментариев, которые я очень надеюсь, что вы мне оставите. И сразу приводите пример абьюза, так, чтобы мы разобрали, похоже ли это на чистый абьюз, да, на чистое эмоциональное, психологическое воздействие. Какие триггеры, напишите в комментариях, какие триггеры человек использовал, да, для воздействия, для эмоционального насилия на вас. Может быть, он говорил часто, что вы некрасивая, да, опять же, может быть разная ситуация. Например, у меня знакомый истерик, приятель, причем, на удивление, он такой прям очень смышленый, там, экстраверт, зарабатывающий, он долго просто давил на жену и несколько, может быть, лишним, конечно, истерики, они любят иногда, чтобы у них жены выглядели ярко, он хотел, чтобы она вставила грудь. Она не хотела, боялась вставлять грудь, но потом они это пережили, она там вставила в себе грудь, и конфликт стал исчерпан. Хотя, со стороны, на первый взгляд, можно было бы расценить, что она его там больше не возбуждает, и он на нее, вот, да, как-то просто пытается ее как-то вот так вот абьюзить из разряда, да, у тебя там маленькая грудь, ты несексуальный, ты меня больше не привлекаешь. Ну, на самом деле, нет. Вот какой-то такой затык, да, психологический, просто вот в плане из разряда, вот хочу вот это вот так, он тоже может иметь присутствовать, иметь место, и если это что-то локальное, то это еще не абьюз. Если это что-то объемное, когда, как мы вот разговаривали про стратегию в начале видео и прочее, то это может быть абьюзом запросто. Поэтому вот именно триггеры, несколько триггеров напишите мне в комментариях, он делал то-то, то-то, она делала то-то, то-то. А в следующем своем видео я расскажу, как меня газлайтила моя бывшая, причем офигенный будет случай, она у нее такая, у нее очень дисциальное расстройство, высоко структурированное, такой, как это, такой очень образованной психопаткой она была. Мы это разберем. Так что подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть этот видос, очень интересный, сейчас я его запишу. Ставьте лайки, и пишите внизу в комментариях, как вам этот видеоролик, и как вы пережили абьюзивное отношение. Мы к этому вопросу еще вернемся, мы только начинаем, дорогие друзья, обсуждать абьюз. Спасибо за внимание, и да пребудет с вами здоровье и любовь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!